Уличный датчик движения PIR-40DP. Модель оснащена солнечным элементом для обеспечения полного автономного питания без подключения внешних источников питания, в частности сети 220 В. В комплектации входит поворотный кронштейн, позволяющий смонтировать датчик на стене, потолке, либо другой поверхности. Датчик поворачивается, позволяя выставить сенсор под необходимым углом. Аккумулятор устанавливается внутри датчика, заряжается от солнечной панели. Датчик способен работать от полного заряда батареи в течение нескольких дней. То есть, даже в пасмурную погоду датчик будет оставаться включённым. Датчик включает в себя два элемента чувствительных сенсора. Пироэлектрический и микроволновый. Внутри датчика в данной части мы видим антенну. Эта антенна позволяет передавать сигнал тревоги от датчика на центральную GSM-панель, GSM-сигнализацию. Датчик работает на стандартной частоте общего назначения 433 МГц. Это позволяет ему сочетаться практически со всеми производителями GSM-сигнализаций, работающих в данном диапазоне. Сигнализации центральной блоки, работающей на частоте 315 МГц, не смогут работать с этим датчиком. Итак, на плате мы видим два сенсора, работающие независимо друг от друга. Каждый из них получает сигнал о движении, анализирует его, и на основании общего результата датчик принимает решение, активирует ли сигнал тревоги. Такое решение с двумя сенсорами позволяет избегать ложных срабатываний, возникающих от движения тепловых потоков, либо ветряных масс. В частности, это касается лета, тёплых месяцев года, когда присущи резкие перепады температуры. Так как датчик обыкновенной комнатной работы только на инфракрасное излучение, обычный внутренний датчик не годится для наружной установки. Он будет давать слишком много ложных срабатываний. Данный датчик за счёт двух сенсоров позволяет избегать ложных срабатываний. Кроме того, датчик выполнен во влагосхищённом корпусе по классификации IP65. Это означает, что датчик не боится прямого попадания капель, тумана и прочей непогоды. В данной части мы видим кремную колодку. Вот два болтика. Она предназначена для подключения питающего кабеля от солнечной панели. В данной области красным выделены переключатели. При помощи данных переключателей можно регулировать чувствительность на срабатывание датчика. От минимальной до максимальной. Также этот датчик движения имеет функцию защиты от срабатывания на животных массой до 25 кг. То есть на домашних животных, кошек, собак данной сенсорой срабатывать не буду. Исключая ложную тревогу. В центральной области под металлическим боксом расположен отсек для аккумулятора. Так вот он устанавливается, подключается вот в этот разъём. Кнопка, расположенная вот в этой части, вот она. Это есть не что иное, как тамперная защита. Тамперная защита предназначена для мгновенного срабатывания датчика в случае несанкционированного вскрытия. В закрытом положении кнопка зажимается корпусом. При попытке несанкционированного снятия, кнопка отжимается и датчик незамедлительно отправляет сигнал тревоги на GSM-централь. Активируя сирену и автоматический дозвон владельцу. Для подключения к сигнализациям с системой кодирования 2262, это сигнализации, где на задней панели есть код двоичный. Для подключения к таким сигнализациям используется набор перемычек, с помощью которых набирается код вашей GSM-панели. Вот этот переключатель предназначен для тестового срабатывания во время подключения. То есть, для подключения датчика к GSM-централь необходимо вытянуть этот джампер и установить обратно. Датчик отправит тревожный сигнал и он припишется к GSM-централи. Эффективный диапазон срабатывания датчика находится в пределах 12 метров. Максимальное расстояние срабатывания может достигать 30-35 метров. В собранном состоянии датчик представляет собой вот такую вот конструкцию. Вот, в собранном виде. Выглядит он так. Кабель от солнечной панели устанавливается, проходит в отверстие. То есть, его не видно. Фиксация на стену происходит в таком положении. В зависимости от нужного угла, при помощи поворота кронштейна, можно выставить оптимальный угол. Расстояние прямой передачи от радиоизлучателя составляет до 200 метров. То есть, этот датчик может быть установлен на дополнительных, на внешних объектах, хозпостройках, на расстоянии до 200 метров. Радиосигнал проходит сквозь стены и перекрытия. Это не является помехой. Более детальные технические характеристики Вы можете посмотреть на нашем сайте. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok